Добрый день! Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как делать разрез комнаты. Учитывая то, что у нас есть набросок плана, мы должны определиться, в каком месте мы хотим сделать разрез нашей комнаты. То есть, что такое разрез? В разрезе, скажем, если мы режем по этой линии, где я показал уже, мы видим высоту двери, высоту подоконника, высоту верха окна, высоту скамейки, также высоту потолка. То есть, мы видим эту комнату, смотря на нее не сверху, а с этой стороны. То есть, мы отрезаем вот эту часть, убираем и видим с этой стороны то, что осталось. Почему я режу в этом месте? Если мы будем резать, скажем, вот тут, то мы в разрезе увидим только стену, только две линии. В этом месте мы увидим, где заканчивается дверной проем, где начинается стена над ним. В любом случае, вам сначала надо взять ваш план и определить, в каком месте вы будете делать разрез. Старайтесь, чтобы в разрез попадало дверь и окно. Конечно, если у вас в комнате дверь и окно не расположены на противоположных сторонах, то не получится это сделать. Но вот в таком случае, если, скажем, нет этого окна, то делаем разрез так, чтобы смотреть на эту стену. То есть, чтобы мы на стене, которую показываем на разрезе, видели бы другие окна. То есть, не режем в эту сторону, потому что тут пустая стена. Когда мы нашли то место, где делаем разрез, мы должны показать линию разреза. То есть, это пунктирная линия, в концах которой мы показываем стрелочки с направлением разреза. То есть, если стрелочка показывает в эту сторону, то мы будем смотреть на вот эту часть. Если мы ее покажем с этой стороны, то мы будем смотреть на эту часть. И цифры 1, 1. То есть, это значит, что это разрез 1. Если мы потом будем резать комнату, скажем, по этой линии, то это будет разрез 2, 2. Когда у нас есть линия, делаем сам разрез. То есть, сначала мы переносим вот эти линии вниз, на то место, где у нас будет сам разрез. То есть, это вспомогательные линии, нежирные. Линии стен. Также мы можем перенести линии окон. Готово. Сейчас, когда у нас появляется набросок, мы должны решить, где у нас будет пол. Ну, скажем, пол, линию пола мы показываем вот тут. Просто одной толстой линией. Над полом показываем потолок. Так как это у нас набросок, то мы не используем линейку. Мы просто рисуем потолок вот на этой высоте. Можем его нарисовать тут, можем его нарисовать тут. Пока без разницы. Это не чертеж. Вот эти стены, они будут у нас тут. Это окно, через проем которого мы делаем наш разрез, тоже будет видно в этом разрезе. То есть, вот будет, скажем, высота подоконника в этом месте. И окно будет заканчиваться, скажем, вот в этом месте. Над окном и под окном эта линия будет толстая. Так же, как тут. Потому что мы режем по стене. То есть, тут мы режем по проему. Тут воздух, да? Тут стекло. Но над и под этой линией стена. Поэтому вот стену мы показываем толстой линией. И вот этот отрезок внизу мы тоже показываем толстой линией. Вот эта линия, она там есть, но она тонкая. Так же, как тут. Потому что между нашей линией разреза и вот этими уголками есть какое-то расстояние. Поэтому тонкая линия. И так же показываем само окно. Две линии и два кубика в концах этих линий. То есть, стекло и рамка окна. То же самое с другой стороны. Только тут находится дверь. Дверь начинается от пола и заканчивается где-то сверху. Да, ну вот. Вот тут будет верх дверного проема. Этот кубик мы тоже делаем толстым. На всякий случай я показываю тут линию разреза. Чтобы было совсем понятно, что это то место, где мы режем стену. И эти две линии четкие, но не толстые. Стены есть. Сейчас показываем вот эти окна. Ширина их у нас есть. Высоту мы делаем пока такую же, как у этого окна. Потому что в одной комнате, скорее всего, окна находятся на одном уровне. И тоже толстой линией я показываю контур окна. На всякий случай, внутри я тоже могу показать толщину рамки. Вот так. И последнее, что у нас остается, это скамейка. Потому что тут, в этом отрезке комнаты, больше ничего нет. Только скамейка. Переносим ширину скамейки вниз. Вниз. И вот между этими линиями у нас стоит скамейка. Это набросок нашей комнаты. Сейчас мы отметим те размеры, которые нам нужны, чтобы делать разрез. То есть, что нам надо? Нам обязательно надо знать высоту подоконника, высоту вверх окна, высоту потолка, высоту двери и высоту скамейки. Как мы ставим высотные отметки в разрезе? Высотные отметки мы выносим на вот такой мостик. И всегда используем отметки в метрах. Помните, на плане мы показывали в миллиметрах. Рисовали линию и ставили стрелочки. И тут писали в миллиметрах расстояние. Тут мы делаем в метрах все. И без вот этих вспомогательных линий. А именно вот с этим мостиком. То есть, если высота подоконника у нас 80 сантиметров, то мы пишем не 800 миллиметров, а 0,80 метров. Высота окна 2,20 метров. Высота потолка 2,70 метров. Высота скамейки 0,45 метров. И высота двери 2,00 метров. Вот таким образом создаем наш набросок комнаты. Пока тут нет ни марштаба, ни параллельных линий. Пока все это на глаз. Но с помощью этого наброска мы уже можем начинать делать разрез линейкой, карандашом в марштабе. Пока задание на эту неделю сделать вот такой набросок. На следующей неделе мы будем переносить этот набросок на наш чертежный лист. И названия у нас будут такие. Тут будем писать Grisums 1,1. А тут будет план. Вот таким образом. Спасибо за внимание. Удачи в работе. Редактор субтитров А.Семкин